Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Пахнет типографией. Я даже специально посмотрела. Думаю, интересно, 18-й год написан или 19-й? 19-й стоит штампик. Вот прям буквально только-только. Свежая, конечно, книга. Но тем не менее книга свежая, а работал я на одни, я считаю, что 20 лет. Общий поисковый массив, он был 20-летний. С 2000 года, да, по-моему? Нет, нет. Это в 97-м, в 98-м году я начал собирать материалы. И навстречу этой книге вышли еще две, потому что я хотел все-таки найти уголовное дело об убийстве Распутина. Это была моя мечта. Я его в первых двух случаях не нашел. Хотя много других документов было замечательно. Они были важные, они были тоже криминалистические, какие-то связанные со спецслужбами, с теми, с другими, с третьими. Но вот этого дела об убийстве Распутина я так и не находил, пока я не нашел его в апреле прошлого года. И, в общем, я понял, что вот книга «Мои мечты», она состоялась. С чем я тебя и поздравляю. Спасибо. Кстати, книгу «Его мечты» мы разыграем сегодня среди вас, дорогие слушатели и зрители, но об этом чуть позже. Я хотела бы немножко все-таки еще тебя попытать на эту тему. Наверняка ты об этом уже где-то говорил, но чтобы я знала. Почему именно Распутин? Вот почему-то нельзя сказать, что одержим, да? Но тем не менее он всегда... Нет, нет, я именно одержим был и, в общем-то, остаюсь, потому что мне казалось, что это преступление, в общем-то, описано нереалистически. И, видимо, за этой нереалистичностью что-то скрывалось, иначе все это как-то не объяснить. И вот только дело об убийстве Распутина раскрывает, почему же все-таки это было сделано. Несмотря на то, что оно не было доведено до конца, несмотря на то, что у него всего лишь 60 листов, тем не менее оно дает нам понятие о том, как развивалось это событие, какие были его важные условия, и почему столько времени наводилась тень на плетень, наводилась тень на плетень. Почему было снято столько заведомо неправильных с точки зрения убийства Распутина фильмов, да? А зачем скрывать-то? А потому что это было связано... А вот, смотрите, тонкий момент. Это ведь одна из интриг книги, понимаете? Я вот думаю, расскажу я сейчас, а потом, может быть, кто-то скажет, ой, да, уж он все рассказал читать. Ну, давай так, ты расскажешь где-нибудь в конце программы, как бы вскользь. Кто услышит, тот узнает, а кто... Ну, попробуем, попробуем, может быть, получится, значит. Да, в общем, я хотел быть Шерлок Холмсом когда-то там в 90-е, в конце 90-х. И мне кажется, в общем-то, вот теперь, когда у меня есть эта книга, я могу сказать, в общем-то, мне эта задача удалась. Слушай, а вот как вот это вот Шерлок Холмс-то действие-то как разворачивается? То есть ты идешь в библиотеку, там все перелопачиваешь, запрашиваешь какие-то секретные документы, где ты их ищешь? Нет, ну в библиотеку ты идешь, когда ты находишься на самом первом этапе, да? Когда тебе нужно понять вообще общее представление о том, что же случилось. А когда вот это все пройдено, ты идешь никуда-нибудь, ты идешь в архив. Потому что в реальности, что же случилось, ты можешь сказать только в том случае, если перед тобой лежат лучше всего криминалистические документы. Потому что они описывают ситуацию с нескольких позиций. Ну, с позиции ситуационной на месте, да, с топографией. Или с позиции тела убитого человека, да? Так, я предлагаю все-таки про вот то, что ты нашел в архиве, поговорить подробнее чуть позже. А пока мы прервемся на песню, у нас будет группа Hi-Fi, Мить Фомин, Павел Есенин, Разбуди меня на телерадиоканале Страна.ФМ. И мы продолжаем разговор. Олег Шишкин сейчас нам расскажет, каждый ли человек может получить доступ к секретным документам в архиве? Ну, в общем-то, те документы, которые я смотрел, они не секретные. Ну, они сейчас не секретные. А, в общем-то, массив этих документов начал рассекречиваться еще в 1991 году. В СССР вообще много чего было засекречено. Что-то по делу, что-то не по делу. На всякий случай. И в основном не по делу. Тем более, что длительное время вообще архивное управление входило в систему НКВД, МВД. И вообще архивные сотрудники входили в форме даже. Но, благо, с 1991 года начался этот процесс. Он был очень успешный. Потому что мы, наконец-таки, можем знать свою новейшую историю по документам без домыслов. Как было, так было. Есть документ, есть ситуация. Нет документа, нет ситуации. Надо все-таки базироваться на каких-то вполне себе очевидных документах. И единственное, чем занимается историк, возможно, это некая интерпретация этих документов, доказательностью их сопоставления многих документов. Когда у вас на одну историю есть не один документ, а, скажем, там, 3-4, а то и 5. Ну вот, например, как происходит эта работа? То есть ты приходишь в архив, у тебя здесь стопка газет того времени, здесь у тебя стопка, я не знаю, медицинских заключений. Нет никаких газет, хотя, в принципе, газеты тоже могут быть, но в основном это архивные документы государственные, либо частные, кстати. Для меня очень важными были документы полицейские, прокурорские. И в данном случае именно прокурорские документы вот конца 16-го года, начала 17-го года, когда шло расследование убийства Распутина. Потому что Распутин был одной из резонансных фигур Российской империи. Он был главным ньюсмейкером того времени. В домах висели надписи, в квартирах русской интеллигенции. Здесь не говорят о Распутине, потому что говорилось все время очень много. В какие-то события совершались, любое его чих, движение его превращалось в факт общественной жизни. Так с чем связана вот такая популярность? Это харизма была у человека космическая? С одной стороны, у него была действительно невероятная харизма. Он обладал действительно гипнотическими способностями. С другой стороны, он был близок к царской семье и, по сути, к руководству страны. И поэтому и влиял, в общем-то, на руководство страны и даже на назначение министров, которые происходили в то время. Поэтому это была резонансная политическая фигура. Кстати, сегодня есть люди, историки, которые отрицают за ним вообще какие-либо таланты. Говорят, что это человек, который лечил царевича не своим гипнозом, а вот какой-то дубовой корой. Я уж не знаю, значит, насколько вообще может быть лечение дубовой корой эффективно. Ну, пытаются принизить его значение. Но без Распутина не понять, что происходило в той России, уже думской России, да, с 1905 года. Он появляется в Петербурге и с 1905 года начинает функционировать дума государственная. Вот и вот та преемницей, которая является сегодняшняя дума, между прочим. А вот остались какие-то личные вещи Распутина, его дневники, может быть, какие-то записи? Записи остались, их много. Он даже две книги написал, да, о записке благочестивого странника. И, кстати, я должен вам сказать, читается ты с интересом, вне зависимости от того, верующий человек или неверующий. Потому что у Распутина там есть какие-то приятные откровения, человеческие, кстати, связанные с положением русского человека вообще в обществе, на дороге, кстати, по которой, ведь он же, собственно, действительно был странником, пешком исходил пол-России, там от Тюмени до Санкт-Петербурга. И даже был дважды в паломничестве в Иерусалиме. Знаете, это все-таки надо обладать определенными настойчивостью, талантными духовными устремлениями. Я думаю, что мы сейчас прервемся, а потом я задам вам самый-самый важный вопрос. Кем же все-таки был Распутин? Злодеем или старцем просветленным? Я трепещу, я трепещу. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. И мы продолжаем разговор. Барабанная дробь. Я задаю этот свой вопрос. Так кем все-таки, по твоему мнению, был Распутин? Вот каким он был человеком? Больше к добру или больше к интригам и мистике? Знаешь ли, Лер? Ну, кануга. Значит, конечно, Распутин был человеком многообразным. И был, как когда-то говорил Достоевский, широк русский человек, надо бы сузить. Ну, вот действительно, Распутин был человеком широким. И надо сказать, что не за каждым русским мужиком, между прочим, велось такое постоянное наблюдение охранным отделением Российской империи или особым отделом департамента полиции. Но ведь у него были совершенно разные дела. То он как бы вот тяготел к духовным каким-то речам и книгам, то он женщин соблазнял знатного рода всех подряд. Ну, вот женщину вроде бы соблазнял знатного рода, но ни одного ребенка на стороне у него нет. Молодец. Про богатства какие-то невероятные Распутина говорились, но где они, никто не знает. Вот недавно, буквально несколько дней назад я был в Тюмени, и там один исследователь на полном серьезе говорил, что он знает, что эти богатства зарыты по церкви в Покровском. Надо туда просто поехать и раскопать. Но я думаю, что это вот те самые загадочные золотые шары, которые летают над нашей головой. Наверняка. И пролетают, и поймать их невозможно. Так бы давно уже все бы, так сказать, приехали бы к этой церкви с металлоискателями, все бы это все нашли. Но вот нет этих богатств. Где они, никто не знает. Что касается философских, кстати, взглядов, то они такие вполне себе проповеднические. Поэтому иногда очень за душу могут тронуть. Ну, например, Распутину приезжают слова. Русскому человеку пить не нужно, он слезу свою пьет. Да, вот это я считаю, да, это такая тонкость. Но, тем не менее, да, вот. Да, действительно, иногда Григорий Фимович мог и выпить, и Мадеру пил, действительно, и Портвейн. И, кстати, номерные грузинские вина. Вот, кстати, то же самое, что пил Юсиф Савельевич Сталин. Кахетинские вина вот эти знаменитые. Ну, и, конечно, он пил церковное вино. Тут уж, что называется, ну, так называемый какбур церковный. А вот способности его, это был именно гипноз, или он, ну, я не знаю, мог лечить руками? Ну, тут так. У него были гипнотические способности. Эти способности являются способностями врождёнными. И, в принципе, он их только усилил тем, что он посещал занятие одного гипнотизёра у грека Папнадата. Это происходило в Петрограде на Малой, по-моему, на Малой Морской, что ли. Ну, или где-то в Гавани. Просто сейчас забыл название этой улицы. Вот. И поэтому, значит, его... Кстати, этого гипнотизёра потом спугнула полиция, потому что она боялась, что сам Григорий Ефимович достигнет ещё больших результатов в этой области. А они действительно были немалые. Действительно, с помощью гипноза, возможно, каких-то других качеств, о которых мы можем только предполагать, он лечил царевича Алексея. И, в общем, благодаря ему Алексей, думаю, не раз избежал смертельной опасности, потому что он был болен гемофилией. А при гемофилии происходит несмертываемость крови. Малейший удар, гематома. И эта гематома может разрастаться до бесконечности, приводя, в общем, человека к смертельным последствиям. Ну, представляете, внутреннее кровоизлияние. Это очень сильное потрясение. С парамокатически со смертельными последствиями. Вот. Значит, вот Распутин это всё делал. Но не только. Он вылечил, например, сына своего, в общем, такого как бы секретаря, что ли, Арона Симоновича Иону от пляски святого Вита. Есть такое заболевание. И это, кстати, зафиксировано всё. Это не какие-то там шутки или домыслы, как иногда пытаются представить. Нет, это всё зафиксировано, это всё доказуемо. Поэтому, конечно, он был не таким сусальным, святым, каким, трафаретным, да, наверное, каким его иногда пытаются представить. Но он и не был вот этим чёртом, который из него тоже рисует. Он был живым, настоящим русским человеком. Разным. Да, и разным, и разным, и разным. Но ты его симпатизируешь очень сильно. Ты за такой любовью говоришь о нём. Столько лет я им занимаюсь, что, знаешь, Лера, я в какой-то момент стал думать, что вообще-то я его родственник. Вот как вот есть, значит, в селе Покровском такой человек, как Виктор, который выдаёт себя за прямого родственника Распутина. Вот так и я. Но дело в том, что Виктор всё-таки оказалась на 25% сродни Лоранц Распутин, француженки, потому что был вот этот генетический анализ, который проходил, между прочим, в программе Борисова «Пусть говорят». И было доказано их родство на 25%. Ну, значит, что-то где-то, да. Русская деревня, одна и та же, Покровская, да, все живут там, два или три клана живут, между собой они все уже переженились, все друг другу родственники. Все друг другу родственники. Но у него вот есть хоть часть, я не знаю, внешности или харизмы? У Виктора есть, у Виктора есть, у Виктора есть. Он действительно похож. Но это вот те самые русские мужики с крупным носом, с картохой такой, с глазастые, коренастые, значит, которые за словом в карман не лезут и которые всё время находятся в каком-то состоянии такого духовного, что ли, поиска. Ну, у Виктора он очень часто может заканчиваться, например, какими-то алкогольными более влияниями. Ну, ничего, ну, ничего. Самое главное, что на 25%. Мы сейчас прервёмся, а потом вернёмся и продолжим эту тему. Ребята, друзья, товарищи, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь. 8-909-928-1-89-9 это в WhatsApp, Viber, SMS-сообщение. И я напоминаю, что совсем скоро мы будем разыгрывать книгу здесь в прямом эфире. Ждём. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Олег Шишкин у меня здесь в студии. Мы стали говорить о том, что есть на 25% родственников, где-то в деревне, но ты чувствуешь, что ты тоже каким-то образом, по крайней мере, может быть, мистическое переселение души. Ну, в духовном смысле, да. В каком-то смысле. И кто-то где-то в какой-то прессе возникло даже такое определение, что вот, наконец, появился новый защитник Распутина. Но я ведь защищаю его в каком смысле? В том, что он исторический персонаж. Ведь ему же даже в этом отказывали. Вот. Нет, он исторический персонаж. И с ним связаны вот эти важные годы российской истории, которые, кстати, закончились в февральской революции. Скажи, пожалуйста, а есть вот прям прямые, я не знаю, исследования, указания, на какие решения императрицы и императора он повлиял? Ну, например, он повлиял на то, чтобы Россия не вступила ни в первую, ни в вторую Балканские войны. Вот, за что ему спасибо. 1912 и 1913 годы. Да, было искушение. Было искушение. Надо сказать, что большая часть аристократии, русской интеллигенции, кстати, они хотели войны. Они серьезно хотели войны. Они считали, что должна страна пройти через вот такое вот кровавое искупление. Это было прям вот на уровне какого-то зова сердца. Вот этого захотелось. Ну, конечно, страна прошла через кровавое искупление. Раз очень хотела. Но чего это стоило вообще-то? Миллионы жизней. В общем, чего хотели, то и получили. Ну, вот мы знаем о Распутине, что он практически член царской семьи, да? То есть он постоянно там присутствовал. А что мы знаем о его жизни вне царской семьи? У него же и своя семья была. Да, была семья, было трое детей, была жена. Но с некоторым временем женой он как бы перестал жить вот так вот в таком смысле, ну, как мужчина с женщиной. Потому что переместившись в Петроград, у него там все-таки, видимо, была какая-то другая любовь. Это другие отношения. Ну, как бы, нет, некоторые женщины претендовали на это, да, там, и, значит, там... Но ты документально не подтверждаешь. Нет, ну почему? Наверное, можно было бы и об этом тоже говорить. Но просто, если смысл об этом в программе для молодежи, я не знаю, что... Не, ну, семейные ценности, друзья. Да, семейные ценности. Вот они главнее всего. Но, тем не менее, это была его позиция, да. Он был человеком свободным, наверное, в своем выборе. И он не был монахом. Хотя, вот, кстати, он часто фотографировался в таком монашеском облачении 17 века. Но он всего лишь два года был послушником в монастыре, но не стал монахом. Ты знаешь, я хотела поделиться с тобой личной историей своего соприкосновения с Распутием. Ну, значит, мы поехали в прошлом году в Санкт-Петербург, и где-то в интернете нашли, что новый музей, квартира самого Распутина, где вот он жил, и мы туда приезжаем, там не вывески, ничего. Мы звоним нам, причем озвучивают совершенно какую-то дикую цену. И когда мы туда заходим, там ничего нет. Там просто, понимаешь, коммуналка с такими обшарпанными стенами. Кстати, я знаю, человек, который сегодня является создателем этого музея, но этот музей находится в порядке становления. И достаточно такого сложного. Это Дмитрий Филатов, мы с ним ездили в Тюмени и в Тобольск. И я думаю, что путь его, это путь создания полноценной все-таки экспозиции классической. И дай бог ему удачи на этом. Потому что, ну да, средств немного. Средств немного. Я поэтому тебя и спросила, есть ли какие-то личные вещи, потому что создалось такое впечатление, что действительно человек полумифический, персонаж, ничего не осталось, только голые стены. И вот там вот в углу вы видите, под слоем четырех обоев, вот те обои, на которые смотрел Распутин. Кстати, в Государственном архиве Российской Федерации кое-что есть. И фотографии, и все такое. И что-то, видимо, сохранилось в самом Покровском. Немного, потому что там произошло следующее. Когда уже, собственно, произошла революция, когда советская власть появилась, то в 21-м году, по-моему, дом этот конфискуется, который у него находился в селе Покровском. И конфискуется под тем, что видом, это прямо в определении сельского совета обозначается, что вот Распутин там пил, гулял с царями и на конях ездил, и поэтому, значит, у него надо все эти вещи, теперь у его родственников все эти вещи надо отобрать. И все село пришло и разобрало этот дом. И ничего не было. Ну, все, что из дома можно было вынести. Стулья там, все личные вещи. Почему-то они посчитали, что вот, значит, почему-то они так должны поступить. Вот эти простые люди, селяне, какие-то даже, видимо, его родственники. Вот, и таким образом, вот, его имущество было обобществлено. Ну, грубым, хамским, вот таким залихватским даже. Модно было в то время так было. Да, но, тем не менее, кстати, еще оставался дом. А в 78-м году произошла еще одна такая вещь, совершенно необычная с точки зрения вообще легенды. Да, значит, в СССР приехал ансамбль Бониэм. Он был приглашен чуть ли не на уровне Брежнева в Москву. За ним летал самолет, три тонны оборудования. Кстати, большая группа английских журналистов с ними прилетела. И был единственный запрет не исполнять песню «Распутин». Не исполнять песню «Распутин». Действительно, Бониэм сделал, по-моему, восемь концертов. Не исполнили песню «Распутин». Но как только эти концерты закончились, и ЦК партии был под впечатлением всего этого шоу, значит, вот посланец этого ЦК сказал, вы знаете, вы произвели сильное впечатление. Есть ли у вас какая-то просьба? И мы сказали, вы знаете, да, у нас есть только одна просьба. Мы хотим поехать в село Покровское и увидеть дом, где родился и где жил Григорий Фимович Распутин. Это был сильнейшим шоком. Они приехали, значит, в село Покровское без музыки. А капелла на пороге этого дома спели «Распутин». Они уехали, и как только они уехали, поступил приказ из Москвы немедленно разобрать этот дом, чтобы ничего от него не осталось. И вот я слышал, что бревна специально развозились даже в Казахстан, чтобы невозможно было его собрать, чтобы не было... Вот это вот тот цыковский, знаете, партийный снобизм, который, видимо, шел, ну, или даже, может быть, даже от Брежнева или от какого-то близкого им окружения в виде там Андропова, потому что Андропов... Да, они с ним лично не встречались. За что они? А вот им не нравилось то, что слава о них заглохнет, что, несмотря на всяческие свои титулы, типа там «Великий борец за мир», это все превратится в бумажного такого китайского дракончика, и да, и больше ничего. А Григорий Ефимович при этом будет продолжать существовать, будет одной из главных фигур поп-культуры, между прочим. И до сих пор. И до сих пор. У него какая-то новая эволюция, потому что люди ездят туда как на место силы. Вот так вот теперь это все трансформировалось. Взяла я в руки твою книгу, сам понимаешь, для чего. «Последняя тайна Распутина». Олег Шишкин. Эта книга достанется тому, кто сейчас на номер 8-909-928-189-9 пришлет сообщение «Хочу книгу». В 10-м по счету. Как ты сказал, мы вычислили эту 10-ку? 6-4-6-4-6. Таков был официальный телефон Григория Ефимовича в ту самую квартиру, последнюю, с которой он уехал вместе с Юсупом. Ну, а 6-4- это 10. Ну, значит, вот... Значит, в 10-м по счету. Значит, 8-909-928-189-9. Если вы хотите знать абсолютно все тайны, а они здесь изложены, то, пожалуйста, пишите «Хочу книгу». 10-й книгу заберет. Ненадолго прервемся, скоро вернемся. Лучшее в стране. Итак, «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ» продолжается. В гостях у нас Олег Шишкин. И сейчас мы будем смотреть на того самого потомка, который в русской глубокой деревне сейчас целительством занимается. Да, пытается. Но все-таки вот, да, вот он, Виктор Пролубщиков. Он, в общем-то, заявляет, что он обладает какими-то целительными качествами. Это, конечно, большой вопрос, насколько он именем обладает. Но выглядит вообще так целебно. Но выглядит похоже. Выглядит похоже. Да, вот генетическая экспертиза установила, что действительно на 25% он каким-то родственникам Распутину приходится. Не прямым, не прямым, а вот таким вот, скажем, деревенским, через кого-то. Но сейчас вот установить это, наверное, очень сложно, если не поднять, допустим, записи церковной книги вот этой самой, где происходила регистрация, собственно, и выдача имен младенцам. Но, как мы понимаем, все-таки люди, которые жили тогда в русских селах, а, кстати, все были выходцы, ведь это село же, эти селяния, они ведь когда-то из Архангельской губернии переселились туда. И вот они потомки, в общем-то, Архангельских-то мужиков. А ты мне скажи, официальные какие-то, прям подтвержденные, у которых его больше 25%? Ну вот Лоранц, Лоранц Распутин, который живет во Франции, она и является прямым потомком Распутина. Распутина, хотя сегодня, можно сказать, что это в прямом смысле, как бы это сказать, она выглядит как классическая француженка. У нее, конечно, чуть-чуть крупные черты лица. И в каком-то смысле они похожи, да, действительно. Ну, по вибрациям. Ты с ней общался, уловил что-то такое? Да, но она такой испуганный человек. Для нее кажется все-таки, что Григорий Фимович постоянно подвергался дефамации. Вот. И вот он стал жертвой этой дефамации. Хотя она, честно, призналась, что о Распутине и о своем братстве с ним она узнала только в 1991 году, когда пришел дядя и сказал ей, ее родной дядя, что пришло время узнать правду. И как повлияло на нее эта правда? Ну, вот она испугана этой правдой. При всем, при том, что она к Григорию Фимовичу относится очень позитивно, хорошо относится. Вот. Но она вот боится теперь этих тем. Вот. Так что так. Слушай, а можно вот затронуть вот эту тему, раз уж ты сам начал про Бонни Эм, по поводу строчки из песни? Откуда она... Lower Russian Queen, да? Любовник русской парад... Да, любовник русской королевы. Ну, царицы. Было или не было? Нет, этого, конечно же, не было. И это была выдумка прессы. И быть этого не могло. И даже там вообще были какие-то совершенно бредовые заявления, что якобы и царевич Алексей родился от Распутина. Но это, что называется, за грань добра и зла. Все эти, значит, утверждения. Ничего этого не было. Распутин, тем не менее, был человеком, который был фаворитом царской семьи. Благодаря его вот такой харизме, благодаря тому, что он мог лечить наследника. А гемофилия царевича была фактом не только медицинским, но и политическим в этой обстановке. Да, потому что это был продолжатель династии Николая Романова Алексея. Вот, значит, это Распутин давал династии гарантию продолжиться. Вот этим своим гипнотическим даром и возможностью останавливать вот эти все эти рецидивы болезней, которые происходили. То есть все-таки он отстаивал интересы семьи. Я хочу, чтобы, может быть, вы так вскользь, но сказал, с чем связано его убийство? С какими-то интригами и желанием переворота? Распутин стоял на том, чтобы Россия заключила все-таки мир с Германией. И это было очень важно. Поэтому этот вопрос стал конфликтным для другой страны, и, в общем-то, формальной союзницы в то время, для Великобритании. И, собственно, британским подданным он и был застрелен. И британским подданным, и никем иным. Все остальные люди были соучастниками, они, конечно, тоже были преступниками. Они на себя наговорили, черт знает что, для того, чтобы отвести эти подозрения, иначе бы они, помимо обвинения в соучастии в убийстве, они были бы еще и рассматривались как, например, изменники Родины, как предатели. И, кстати, они ведь и рассматривались как изменники Родины и предатели, потому что Дмитрий Павлович, один из соучастников этого убийства, вот в отношении его царица требовала сорвать с него вензеля и погоны. Понимаете, это ведь делается в отношении военного только в одном случае, если он предатель, если он изменник своей страны. У нас с тобой осталось две минутки, мы обязательно подведем итоги. Но знаешь, какой вопрос? Ты когда пришел, ты сказал, вот она, моя прелесть, это все то, что я хотел сделать. А теперь-то как ты будешь? Что ты будешь исследовать? Ну, у меня много планов, я работаю над книгой «Последняя», не «Последняя», а «Биография Воланда», она называется. Я думаю, что она выйдет либо в конце апреля, либо в начале мая, когда будет исполняться, когда будет юбилей Михаила Булгакова. И я думаю, что я удивлю ей, потому что книга будет необычно сделана с точки зрения вот таких вот как будто бы биографических или описательных проектов. Но это имеется в виду художественная литература? Или ты будешь искать какие-то между строк, из кого списано? Нет, 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 нет. Это определенное исследование. И не только из кого списано, да. Хотя это центральная задача. Но и топографии, потому что без топографии «Мастер Маргарита» просто не понять. И там будут откровения на этот счет, может быть, поменяются. Даже какие-то маршруты вот этих самых булгаковских автобусов, которые ходят по Москве, а я надеюсь, что поменяются. Ну, конечно, очень приятно влиять на историю. На самом деле такая мистика, потому что уже два дня подряд мы говорим в этой студии про «Мастера Маргариту». Значит так, настал момент подвести итоги. Десятым по счету «Хочу книгу» написал абонент в СМС-сообщении, чей номер заканчивается на 0800. Если вы прямо сейчас наслушаете, вы еще успеете написать, как вас зовут. Вне эфира с вами свяжется, и вы получите эту потрясающую книгу. Это, я не знаю, пласт истории. Целую жизнь работает. Да, да. Ну, Олег, тебе я хочу сказать огромное спасибо за то, что ты пришел, потому что это была невероятная беседа. Я узнала столько всего нового и, самое главное, эмоций. Спасибо, спасибо. Я очарован. Я надеюсь, что теперь... Теперь в бодром состоянии я пойду творить и делать добрые дела. Я хочу напомнить всем, что у нас в гостях был Олег Шишкин, российский писатель, драматург, сценарист, художественный критик. И я, Валерия Майорова, увижусь с вами уже завтра в один часов. Олег, спасибо. До новых встреч. Спасибо и тебе, и спасибо прекрасному радио «Страна Эфм». Пока-пока.